Здравствуйте, друзья! Сегодня покажу вам свои гортензии метельчатые, крупнолистные, в том числе и гортензии от Веры Глуховой. Расскажу, как сажала, чем подкармливала, чем обрабатывала. Давайте начнем с самарской лидии. Самарская лидия, вот это вот саженец. Следующий вот он. Три самарских лидий пришли из самарского питомника Веры Глуховой. Это третий. Уже, как видите, начинает ботанизировать, и скоро я увижу даже цветение. Самарские лидии пришли мне в контейнерах по 9. Не очень-то была вита корневая, однако все живы-здоровы, как видите. Все саженцы выгнали по побегу из корня новому. У этого тоже вот новенький побег. И у этого. Эти саженцы я обрезала, здесь было веточек побольше, я обрезала их на черенки. Довольно-таки нормально укореняется самарская лидия. У меня теперь 5 новых саженцев. Череночков укорененных. Ну и еще есть на укоренении, стоят пока. Жду, когда же они укоренятся. Сажала я их в торф, кислый, в перемешку с нейтральным. Удобрения никакие в грунт не добавляла. Потом подкармливала уже, когда саженцы прижились. Сразу, когда пересадила, обработала эпином. И все. Далее обрабатывала от клеща. Как и все свои гортензии. Подкармливала вот недавно кристаллоном коричневым, у которого меньшее содержание азота. Там, по-моему, 3% даже. В основном там калий. Фосфора немножко поменьше. Ну и все микроэлементы, которые нужны. И все. Больше ничем самарскую лидию не баловала, так сказать. Ну, как видите, многие жалуются, что пропадают саженцы. Ну, как-то мне, может быть, повезло. У меня вот 3,3 выжило. Все нормально. Дошли хорошо они. Пришли. Можете посмотреть мое видео. Посылка из питомника Веры Глуховой. Называется, по-моему, так. Там я показывала, в каком состоянии они пришли. И уже листики на них были распущены. Ну и довольно-таки приличные были саженцы. Только я же, вот повторюсь, корневая. Не очень-таки она была. Ком не весь был оплетенный. Далее ко мне еще из этого питомника пришли гортензии с открытой корневой системой. Вот они палочками я огородила от собаки. Это 3 саженцы в первый ряд. Это полярный медведь. И 4 тоже в ряд посудила. Это стробери блоссом. Вот эти гортензии тоже сажала без удобрений. В лунку ничего не закладывала. Добавляла только кислый торф. И все при посадке. Потом уже, когда начали распускаться листочки, сделала подкормку Буэнафорте для гортензий и азалий. Это удобрение пролонгированного действия. То есть закладывается один раз в сезон. Делала по периферии куста такую лунку. В лунку насыпала удобрения. И сверху присыпала землей. И далее обильно поливала. Все, пока ничем больше не подкармливала. Сейчас вот начало июня, на помню. Делала я и нормировку побегов, конечно. Вот видите, это полярный медведь. Такие у него мощные прямостоячие побеги. Оставляла самые такие потолще. Помощнее. Вот получилось у меня 5 побегов. Это тоже полярный медведь. Ну здесь 6. Ну вот этот маленький тоже можно убрать. Вот этот. Нормировка делается для того, чтобы изначально формировать красивый куст. Оставляем мощные побеги, которые идут крест-накрест, веточка в веточку. Их надо одну выбирать, одну удалять. И побеги, которые идут внутрь куста, тоже удаляем. Куст молодой. Чем меньше побегов, тем мощнее эти побеги будут. И крупнее будет цветение. Напомню, сажала я их в этом году весной. Вот такие хорошие кустики на данный момент. Из всей посылки у меня был только один саженец. Такой сладенький. Были сухие ветки на нем, но корневая была хорошая. Вот этот саженец, он пустил мне побеги новые из корня. Проснулись, видимо, там почки. И вот такие три побега получилось. Ну, четыре, четвертые я взяла на черенки. Это гортензия Magical Moonlight. И, скорее всего, она даже зацветет в этом году. Summer Lab. Вот Summer Lab мне тоже нравится. Здесь такие хорошие побеги. Крупные. Листва такая насыщенного цвета. Такие толстенькие побеги. Хороший получится куст. Конечно же, покажу вам, как все эти гортензии будут цвести. Я этого с нетерпением жду. Это моя гортензия Бобо. Посадка прошлого года. Я сажала кустик в сентябре, по-моему. Смотрите, уже на бутонах тоже. Хороший, обильно цветущий сорт. Карликовый. Невысокий. До 90 см в высоту. Также, смотрите, у меня зацветает граффити. Ну, не знаю, граффити или нет. Посмотрим. Это саженец с долины растений. Тоже видео снимала. Когда получила посылку. Заявлено производителем, что это сорт граффити. Ну вот, получается, он у меня первый. Вот, распускает уже свои бутоны. Еще один саженец долины растений. Заявлено как саженец Литл Фреско. Литл Фреско это карликовый сорт. Ну, не знаю. Междоузли у этого саженца не короткие. Ну, есть подозрения, что это вообще не Литл Фреско. Ну, тоже будем наблюдать. Вот, кого нельзя спутать ни с кем. Это действительно самарскую лидию. Она отличается и листьями, и соцветиями, и побегами. Вот она такая, совсем не похожа на остальных. Действительно королева. Пока ждут светения от метельчатой гортензии. Радует меня крупнолистная. Вот такая уже цветет вовсю. Красавица. И еще вот зацветает. Это черничный пирог называется. Блюбери Чизкейк. Она розовая. Видно, не хватает ей кислоты в почве. Квостами я не подкисляла. Столько добавляла кислый грунт. Что еще хочу сказать. Если даже вы не замечаете каких-либо вредителей, но многие жалуются, что на самарской лидии, например, чернеют листья, пятнами становятся такими, это и есть паутинный клещ. Если даже у вас вроде бы все нормально, все равно для профилактики обрабатываете. Очень уж и чувствительно самарская лидия к этому вредителю. Так как у нас стоит сухая погода, дожди нас не балуют, пока от болезней я не обрабатывала ничем. Но уже на носу июль месяц придется обработать хотя бы для профилактики фитоспорином. Дальше будем наблюдать за нашими растениями. Вот так выглядят мои гортензии на данный момент. Дальше вам все буду показывать. Подписывайтесь, пожалуйста. Не пропускайте мои следующие видео. Пишите комментарии. Может быть, есть какие-то вопросы. На все комментарии и вопросы буду стараться отвечать. Спасибо за ваше внимание. Всем всего самого-самого наилучшего. И обильного вам цветения. Вам и вашим садам.